Миша, давай, давай. Все, молодец, молодец. Молодец, молодец, молодец. Поприветствуем всех друзей, коллег наших, участников нашей школы Человек Будущего, Homo Futurus. Может мне получше сыграть-то еще? Ну, сыграешь, сыграешь, сыграешь. И споешь еще. Да, да, это сейчас не важно, как ты сейчас играешь. Я захватил тебя именно в неожиданный момент и проверял, как это расстроено, не расстроено наше пианино. Послушайте, у меня есть такой афоризм. Нормальные люди соберутся, даже не имея исходной темы, все равно придумают что-то интересное. Но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву, все усилия уйдут как в песок, да и хлопот потом не оберешься. Вот сейчас смотришь в интернете, ну точно сумасшедшие, ну точно, ну нормальные люди не делают того, что происходит сейчас. И во всем мире такое происходит. И пытаются всеми нами руководить, управлять, там туда-сюда, самовыражаться. Вы понимаете, о чем я говорю, но мы никакой политикой не занимаемся. Для этого есть много каналов в интернете, мы занимаемся помощью всем. Всем и каждому. И поэтому Михаил Ефимов, он не только певец, Теннер, вы услышите еще его голос. Но он написал сейчас книжку, привлек меня к участию. Наша Нелли Зарипова сегодня дала советы, как ее опубликовать, и она будет нам помогать. Слава нашей Нелли, литагенту. Спасибо большое. И весь вопрос заключается в том, что Михаил Ефимов, он как раз-таки доктор философии, как говорится, по обычаю современному. На самом деле специалист. О, давай, представляйся. Вы могли его видеть еще и раньше, мы делали ролики, где Миша там говорил о песнях, он Теннер. Ну доктор философии – это аналог кандидата наук, только немножко ненашенский. Вот. А так, это в области клинической психологии. Да, специалист по клинической психологии. Как раз диссертацию я писал с использованием метода ключ, с обобщением принципов и применительно к восстановительной медицине. То есть это к восстановлению после инсультов, черепно-мозговых травм и прочих поражений, ну там нейрохирургических операций тоже. Ну вот это будет, потому что мы еще и специалистов же готовим. Вот когда мы хотим дать метод в руки специалисту, я всегда говорю, только после беседы со мной. Потому что мы даем там технику безопасности, мы даем приемы, которых вообще в интернете нет. Это специальная работа, и поэтому только после беседы. Вот Миша очень достойный специалист. Я вам сразу это объявляю. Когда вы видите Михаила Ефимова, знаете, что он профессионал по использованию метода ключа при обучении других людей. А все остальные люди, они могут брать метод ключ у нас на всех сетях, из наших всех книг, лично для себя, лично для своего использования, не для обучения других людей. Потому что там есть нюансы. И вот как раз Миша написал книжку для специалистов, чтобы специалисты тоже могли. Они бы увидели, чем отличается твоя книжка, куда ты меня привлек к участию. И вот это вот сейчас мы потом расшифруем на бумаге, и будет одной частью этой книжки тоже диалоги вот эти вот со мной. Да, вообще мы собирались-то по-другому, чтобы я задавал вопросы, а вы отвечали. Ну, теперь придется наоборот все делать. Да, неважно. Ну, книга отличается тем, что изначально была цель привлечь профессионалов, поэтому там выделены наиболее общие принципы метода ключ. Те, которые в явном виде не объявлялись. То есть они все есть, но это так диффузно очень идет. Здесь они собраны в явном виде и просмотрены параллели в других психотерапевтических методах. Ну и не только в психотерапевтических, в восстановительной медицине тоже. Параллели ты имеешь в виду? Ну, параллели в том, что используют другие методы. Например, психотерапия, психоанализ, метод Шапира. Да, все это есть. Там только один вариант глазами. А у нас и зигзаг глазами, и остекленение глазами, и моргание. У нас многое. И движение телом, да. Ну, там же, там не только вот это движение. Там есть и слежение за предметом. Ну, да, да. Вариантов-то хватает. К тому же. Но у нас разносторонние, и у нас глазами можно делать маятник. И в то же время корпусом тела можно делать маятник. И у нас и вообще, когда я впервые сказал повторяемые движения, снимают напряжение, потом эта песня стала народной, и уже все забыли, кто это придумал. Любой, кто в чернажерный зал ходил, это знает. Да, знает, но самое главное было это вербализовать. Сначала было слово. Потом я очень рад, что у нас школе человек будущего, Ума Футурска. Очень много людей уже по несколько лет. Вот. Школа-то у нас уже с традициями. Никогда мы никого не блокируем. Наоборот, мы пытаемся ответить на любые каверзные вопросы. И приглашаем эти вопросы задавать. Поэтому вы, пожалуйста, под нашим роликом сейчас больше и больше вопросов пишите. Комментов больше, пожеланий больше, пожалуйста. Вот, правильно. А мы будем отвечать на все эти вопросы. А мы будем отвечать на все эти вопросы. Кто-то под одним углом, кто-то под другим углом. Миша, а ну-ка, давай, спой-кась, а? Звук издать. Ну, звук издай, но коротенько, потому что они просто будут оглушены. Кто еще тебя не знает. Вот оно, браво. У нас, в нашей школе уникальные люди, удивительные люди. Вы знаете нашу традицию. Время от времени кто-то выходит вместе со мной. Вы его видите. Можете задавать вопросы. Михаилу Ефимову, пишите, пожалуйста, вопросы по разным темам. Миша, на что ты готов ответить? Вот на какие вопросы? По детям. Давай по детям. Вот ты работаешь с детьми тоже, правильно? Ну, с детьми у меня мало очень. У меня восстановительная медицина. У меня восстановление после инсультов идет. Вот эта афазия. Так, давай, рассказывай. Вот иногда... Да вот недавно у меня бабушка была. Ее все считали, что она не только не разговаривает, но и не соображает ничего. Ее считали овощем. Так. А я провел вот так вот на листочке две линии. Так. Ну, вот так вот. При зигзаге. Так. Извините, извините, мы проголосим потом. Так, начинай же.